Прямую трансляцию Прямую трансляцию Прямую трансляцию Прямую трансляцию Прямую трансляцию Коммерческого центра То есть я хотел бы уточнить, вот этот картофель у телезрителя в корне. Причем здесь тысяча, надо шевелить мозгами, и даже бесплатно иногда. Ну, мозгов на тысячу, я не спорю. А теперь, внимание, правильный ответ. Ну, давайте посмотрим на письмо телезрителя, ведь о нем же шла речь. Прочтем фамилию. Лука Шук, фамилия, я говорил это вслух, корень в этой фамилии, лук, именно цветы лука украшают праздничную шляпу, шляпу швейцарцев в день независимости. Вот такой вопросик на тысячу, а это стоит очко. Вы все работаете не в государственных структурах, не команда, а общество с ограниченной ответственностью. Как насчет ответственности у вас сегодня? Молчание. И счет становится 6-3 в пользу телезрителей. Игра сделана. Я думаю, хрустальную сову здесь вручать некому, да? Вы согласны? Хрустальная сова дается лучшему игроку, а игры-то не было, потому что не было игроков, по сути. Вот в чем дело. Не было азарта, да? Не было игры, игры не было. У вас такое же мнение? Да, мне кажется, что главное все-таки не в том, что не было игроков, а не было команды за собой. Но правила есть наши правила. И я не могу приступить к закону нашего клуба. Единственное, что мы можем предоставить вашей команде, если миллион писем телезрителей придет в наш адрес, в адрес элитарного клуба, и в каждом письме будут слова в вашу поддержку, это значит, чтобы вы получите матч-реванш. И сегодня у нас в гостях, через 24 года, Александр Судаков. Александр, здравствуйте. Добрый день. Добрый вечер, наверное, да? Ну, где как? Земля большая, где-то уже утро. Вы, наверное, поздно встаете. Последние два месяца, наоборот, в шесть часов как отрубают, вот не знаю, что такое, старость, наверное, уже. Мы сейчас видели фрагменты из вашей молодости, 91-92 год, когда вы играли в команде Чечеля. Первый вопрос у меня простой. Насколько я понимаю, телезрители не прислали миллион открыток в поддержку вашей команды, раз вы не играли с тех пор. Ну, там другая ситуация. По причине, как сказать, обстоятельств семейных именов у Олега Чечеля, капитана, мы просто немножко от игры отошли. Только как бы зрители и болельщики, и помощники. То есть дело не в зрительской симпатии или что-то другое. Тем не менее, из клуба-то вы вылетели, потому что было правило такое, что команда, которая проигрывает, она покидает клуб. Давно это было. Вы уже не помните? Не помню конкретной ситуации. Я помню, что просто мы сами как бы уже пришли к порогу, где уже нам не было возможности нормально продолжать играть. А ненормально мы не хотели. Я вам все-таки напомню уж, извините, эту бестактность. Да, да, я обязательно изучу все в Ютьюбе контакты, посмотрю. Три игры вы сыграли и последнюю вы проиграли, к сожалению, по тем правилам. Да, я помню, да. Александр, а вот эти правила, вот это правило «проиграл, покидаешь клуб» на ваш взгляд, оно справедливо? В то время было очень много поисков. И вот в чем я преклоняюсь перед Ворошиловым, что он даже достигнув как бы лучшего, оптимального варианта, все равно искал какие-то другие, чтобы был интерес. Поэтому до этого были другие способы, подсчеты, после другие. Но в данный момент получилось такое. Справедливо, не справедливо, сейчас, знаете, возьмем спорт мировой, там тоже много чего и так, и так. Поэтому я не берусь в суде, как есть, так оно и есть. Мы знали, на что вы шли. Что было, то было. Зачем вы шли, кстати, на что вы шли? Зачем вы решили прийти в клуб? Практически, нет, почему я решил прийти. И болел у телевизора, и как бы загорелась душа, послал письмецом, пригласили, прошло все туры. И сколотилась команда. А потом уже часть жизни образ стала, как говорится. Уже больше полжизни мы здесь. Поэтому я даже не представляю до того, что я делал, где я был. А здесь уже, ну, совсем другая атмосфера, другая ипостась нашей жизни. Я бы так сказал. Вот вы тогда были руководителем коммерческого центра, правильно, да? Да, было такое. Вообще команда была собрана по принципу работы. То есть все работали в негосударственных, тогда это было в новинку, коммерческих структурах. Все бизнесмены. Скажите, в бизнесе нужен ли интеллект? В то время или сейчас? Я не знаю, что-то изменилось. Конечно. То был, честно говоря, конечно, не бизнес, а 90-е, сами понимаете. Роковые-сороковые, гремучие. Поэтому каждый мог, как мог, так и пробивался. Поэтому мы не то, что подбирались по принципу, вот, собрались с мира послышники, а скорее наоборот, постом мы объединились, немножко уже наши интересы совпали, и в каких-то областях продвигался, и каждый по-своему в бизнесе, и немножко друг у друга, и помощь обретали, и советы, и так далее. Немножко вот так больше было. Ну, сами понимаете, тот бизнес был не тот, что сейчас. Ухватками, где что кто смог, кто успел, тот и съел. Ну, вот, что сделать. Такими были все. Расскажите, чем вы занимались в эти 20 лет после игры? Как у вас с бизнесом? Нет, с бизнесом я завязал. Ну, не пошло, не получилось. Я понял, что это немножко не мое, тем более, что, как бы, поддерживающие элементы немножко вот отошли, а на плаву оставаться, сами знаете, что только плавает одно само по себе. Поэтому просто я пошел в обычные работы, инженерные, другие дела. Ну, по-своему, я инженер-механик авиационных двигателей по профессии. Солидно. Ну, да, хватит. Поэтому так немножко с места на место, но жизнь кидала. Чем только я не занимался. Ну, все равно здесь был центр притяжения. Остальное все приходящее на пропитание, на хлеб. Александр, а можете объяснить, вот как вы для себя объясняете, почему у знатоков с бизнесом вообще плохо? Я этого сказать не могу, я не знаю. Как бы не принято влезать в чужую душу. Я вот даже не знаю наших списков Forbes и так далее, кто чем занимается. Вот у большинства знатоков. Может быть. Ну, наверное, да. Хотя вроде не дураки. Это немножко разные вещи. Как говорил мой папа, не так важно высшее образование, как среднее соображение. Это истертая фраза, наверное, она очень точно отражает. Что нужно, чтобы делать дело, надо быть в этом месте, в это время, и им нахватать то, что нужно, а не витать в империях, так говорится, и вопросы. Я был специалистом по придуманию вопросов. Но как их решать в жизни, это совсем другая уже эпопея. Что вы имеете в виду? Вы посылали вопросы? Нет, нет, нет. Мы меж собой вели бои очень жестокие, тренировочные. И каждый что-то придумал. Команда Чечеля. Ну, да. Поэтому вопросы жизни решать немножко сложнее, чем здесь. Хотя, казалось бы, наоборот. Там нужна выдержка, терпение и какие-то такие внутренние качества, позволяющие перебороть неудачи и продолжать свое целеустремленное движение, если ты этого хочешь. Здесь все-таки мы как бы наскоками. Приехали, поиграли, разъехали с каждой себе. Поэтому по поводу бизнеса и знатоков я не могу судить, но, наверное, здесь немножко чуть-чуть параллельные миры. Хочу спросить про современную игру. Вы смотрите программу сейчас? Да. Что вам нравится? Какие знатоки, какие команды? Конечно, очень много молодежи, не успеваю за ними следить. Ну, сейчас даже те, кто уже года два начал играть, уже считаются старичками. Два-три раза сыграл, как говорится, уже да. Ты, ну, фигура. Но, тем не менее, даже сегодня ребят не знаю, тех не знаю. Старых-то уже стал забывать, кто раньше с нами вместе играли, проводили время. А вот мне интересно, команда Чечеля, она сыграла ведь три раза всего. Но вас узнавали на улицах? Меня в моем городе, да. В каком городе? Город Ступино, Московской области. А недалеко? Да, когда я был во Владивостоке, о, да-то москвич, говорят. Какие-то сто километров там. То есть вас узнали? Ну, естественно, да. Ну, тем более я все время сам, себя бил в грудь, показал фотографии, значки, там, вот, что вы, я знаток, там, просто не без очереди. Что нужно сделать команде Белозюрова, сегодняшней, чтобы их узнавали, скажем, в Владивостоке? Здесь я не советчик. Что нужно сделать? Быть яркими, активными. Как вы, 24 года назад. Листите. А я кокетничаю. Да, честно говоря, возраст накладывает отпечаток и на рассудительность, соображение. Я все теми еще своими меряю мерками. Поэтому, что нынешняя молодежь, я все не понимаю, честно говоря. Проблемы отцов детей. В интернете я половину не знаю, что они там понимают и знают. Я не люблю ни игрушек, ни стрелялки, ну и так далее. В общем, счеты. И волк ловит яйца эти вот. Александр, вам дала что-нибудь, игра что-ли-когда в жизни? Какие-то навыки, может быть? Умение принимать какие-то решения? Ну, здесь больше наоборот. Какие-то мои именно жизненавыки помогли мне здесь. Обрести себя и какие-то выполнять функции. У нас же были поделены, как всегда. Шесть человек укажут свою функцию. Кто-то критикует, кто-то чего-то. У меня была функция выдвигать какие-то невероятные версии. Которые даже совершенно ниоткуда могут не взяться и вдруг угадываются. Я извиняюсь, но, по-моему, на жаргоне знатоковском это амплуа называется дурак, который говорит все, что думает. Нет, нет, нет. Я даже больше молчал. Перекручивал тоже, как капитан слушать людей. Я тоже там кого-то слушал. Может, потом что-то всплывало. А может, и нет. Это уже как-то повезет. Парадоксальные вещи, абсолютно. Вот это слово более точное, да. Я не хотел вас обидеть. Что же из плохого? Парадокс, друг. Я про дурака, конечно. А, я про себя честно скажу, да, я дура. Ну вот, что еще вас интересует? Меня интересует, за кого вы болеете из знатоков, которые играют в этом сезоне? Ну вот, честно говоря, мне было страшно за футболистов, конечно. Но, слава богу, что им дали вопросы, более-менее доступные. Считаете, были простые вопросы? Не то, что простые. Ну, убрали вот эти вот блицы и так далее. Блиц, оперблиц убрали, да. Да, потому что люди как бы не сыгранные. Ну, вы видели, были вопросы, на которые и Друсь не знал ответа, и никто не знал? Нет, я не говорю, что были легкие. Но все-таки не те, что выковыривать надо из-под самого низа. Были решаемые вопросы, которые надо было просто обдумать. Может быть, один-два там попали случайно, которые действительно трудноватые. А так, нет, ну реально, нормальная игра была, ребят все показали очень хорошо. Понравились ребята? Понравилась игра, что они не подвели команду. Я просто изначально боялся худшего. Спорда. Ну, да. Россию. Своего тренера. Россию вперед, как говорится. А так, ну, и раньше, вот чем игра отличалась от других, других не было практически. 20 лет это было единое. Вот как на 17-м году весны люди бежали, до улицы пустили, так на что никогда то же самое. Сейчас этих игр, викторин, все прочее настолько много, что уже только самые такие продвинутые интеллектуалы, или наоборот, преданные люди смотрят игру досконально. Остальные просто там щелкают каналы, о, давай посмотрим, что там такое. У-у-у-у-у-у-у-у, побежала там бошадка и так далее. Немножко, конечно, ушел. Вот флер, чуть-чуть вот. Не уступает по качеству программы что-нибудь, когда другим? Я очень доволен, что ведущий как бы сразу обрел свое место. Тоже было опасение изначально, после, как говорится, мастодонта, Что немножко, может, там стушуется или что-то еще Но здесь просто в точку попал Ну, изумительно И всех знает в лицо практически Вот когда просто я Не знаю, лет 10 назад После тоже 10-летнего отсутствия Приехал сюда, что-то разговорились Да вы меня и не знаете Ну как же, Александр Садаков, я просто был потрясен Знаешь, мы ни разу не видали Отсмотрел все позиции, изучал игру Ну, было приятно, конечно, честно говоря Нам приятно, что вы к нам сегодня зашли Спасибо, Александр Будьте здоровы Надеюсь, до встречи в следующий раз Здравствуйте Здравствуйте Это команда МИДа Представьте молодого человека Дезинкулов Алексей Седьмой игрок, запасной Вот мы и познакомились Так, Алексей, Виталий Георгий Я же не просто так вас позвал Сегодня играют практически Четыре человека из команды Белозерова Имеют какое-то отношение К Министерству иностранных дел А конкретно к МГИМО Оля Быкова, она преподает Норвежский МГИМО И закончила МГИМО И закончила МГИМО Помогай мне Даша Аспирантка И тоже закончила МГИМО Они обе выпускницы Факультета международной журналистики Ну, как и я тоже И кто-то из них списывал у тебя Не-не, они на год младше Они какие-то конспекты Конспекты брали у тебя По-моему, нам все сказали Французский был Было, было Они признавались Как раз мы Ребят, ну что Ну вот в нашей команде Не все Я не закончил, извини Боря Белозеров сейчас Перешел тоже в МГИМО Из МГИМО Видимо, как-то девочки Перетащили И новый игрок Ким Галачан Он тоже закончил МГИМО Да Вот не знаю, может Я знаю Ну, расскажите, почему Так много у нас Дипломатов в клубе МГИМОшников Ну, надо сказать, что В нашей команде МИД Не все имеют диплом МГИМО Вот Сергей Ковалевский Анна Янгеля Это МГУ Но вот мы трое Как раз-таки Тоже МГИМОшники сегодня Так что Будем, конечно, болеть За Белозеровцев Считаем, что они должны Показать Что МГИМО готовит Затаков До достойного уровня Вы уже отошли От того поражения Две недели назад Ну, конечно В памяти осталось Но время стирается Да Как-то уже по-другому Воспринимается Двухнедельные вышины Ну, мне кажется Это для всех очевидно Хотя То, что Какие-то ошибки Были сделаны Очевидно И уроки Надеюсь Были извлечены И извлекаются Продолжают извлекаться Уроки Да, опыт Опыт главное Леша Ну, скажи Ты, наверное, был рад Что Ты седьмой игрок Все-таки Не был за столом Две недели назад Признаюсь честно Такая мысль у меня Промелькнула Однажды Во время игры Более того Один из игроков Мне признался Что у него Промелькнула мысль Что лучше бы я Сидел вместо него Вот вечер За этим столом Его здесь нет Без комментариев Вот Но Всему свое Своё время Мне приятно На данный момент Мы практикуем Такое Упражнение Как наблюдатель Я иногда Участвую Наблюдать За обсуждением Команды Со стороны Это тоже Большое Тренировка Да, иногда И в целом Приятно было По присутствовать На игре В любом случае Мы сходим Из того Что поражение Должно было Случиться Рано или поздно Оно случается У всех Вот Вот это наше И вот теперь Отсюда нужно Отталкиваться Работать Расскажите еще Про Все-таки Белозеровцев Вот почему Их до сих пор Считают детьми Хотя уже Закончили вузы Все Да Может быть На контрасте С другими членами Клуба С другими командами У нас все Такие возрастные Ребята Объективно Молодые Как бы Мы тоже Не то чтобы Великовозрастные Мы тоже молодые Да Они Поэтому мы Их воспринимаем Как Немного более старших Но это Одна из самых Молодых команд Которая сейчас Играет В общем-то У нас две команды С которыми У нас особая Связь Это Рудер Потому что Это команда Росатома Ведомственная Белозеровцы Потому что Из них большинство МГИМО Как и мы Но ребята Конечно молодцы И та команда И другая Мы рады Сегодня Присутствовать На игре Чтобы поддержать их Поболеть за них Как часто Вы по жизни Встречаетесь С ребятами С Олей Недавно В троллейбусе Встретился Она как бы Ехала МГИМО Как раз На норвежский На свою пару А я там живу Просто неподалеку Троллейбус На остановке На остановке Троллейбус Виделись Мы же С одного Факультета Сетях Может переписываетесь Друзья Зафрендели Друг друга Все зафрендели Конечно Безусловно Вот сегодня Замена Влад Бодров Заменил То есть Ким Галачан Заменил Влада Бодрова Леш Вот если тебе Сказали Ведется Кого-то Менять Из команды МИДа И ты должен Будешь заменить С какими Мыслями Ты бы Пошел На это Я просто Хочу понять Психологию Влада И Кима На вашем Примере Ну с какими Мыслями Можно идти Ты можешь С мыслями Полностью Отдаться Игре И принести Максимальную Пользу Команде Наверное Hail Caesar Those who are about to die Salute you То есть Да здравствует Цезарь И Ну то есть Как гладиатор Идущий на смерть Приветствую тебя То есть Никаких Никаких Посторонних Мыслей Все только В игре Поэтому Ну Все таки Надо сделать Ремарк Что Леша Был только На одной нашей Игре Это последняя Игра Может поэтому Такие Кровавые Коннотации Боевые Желания Отомстить Не вся игра Это поражение Не любая Может быть Еще спортивный характер И много играет роль Потому что я занимаюсь Спортом В принципе Шестивень Разным На данный момент Это бразильское Джиу-джитсу Это близкий Дзюдо Витспорта Поэтому Я очень Люблю соревноваться Очень люблю Вытаскивать Игру Я же не об этом спрашиваю Я спрашиваю Не будет ли тебе жалко Что ты сыграешь Вместо Кого-то Из команды Жалко За кого Человек не сыграет А сыграешь ты Вместо него Ну я в принципе На этот вопрос И ответил Что никаких Посторонних мыслей Все только В игре В серии Это правильно Спасибо 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 Настя Здравствуйте Добрый вечер Это наш психолог клубный Анастасия Шутова На полставочки Да Настя Вот скажи мне пожалуйста Вот я слышал разговоры в клубе Мол белозеровцы Малолетки Кстати почему малолетки Если они уже закончили все вузы Если они уже работают Ну как Им Самому молодому Вообще самый молодой игрок В нашем клубе Это Антона Окхана 21 год Это уже извините В Америке это совершеннолетний У нас с 18 Почему Может быть на контрасте С другими командами Они кажутся такими маленькими Ну я думаю просто Когда они приходили В самый первый год Они действительно выглядели Как такие ребята Совсем-совсем дети Вот И просто закрепилось Но я надеюсь что они Через какое-то время Все это Эту как бы сказать Репутацию От себя Отодвинут Детей Да Детей таких вот Еще несозревших И будут отлично играть Нравне со взрослыми командами Не вызывая вопросов Уже два года Они играют Когда же вот эта репутация уйдет Сколько лет еще нужно Вы посмотрите В эти прекрасные Олины глаза От нее эта репутация Не уйдет никогда Это точно Я думаю когда они перестанут бриться Потратят бороды Будут приходить там Все женатые на эфир То я думаю Репутация сама собой Отпадет Отпозем Никиту Сторуна Он приходил с бородой Толку никакого Она у него просто светлая Она не так заметна Предлагаешь еще и покрасить Это будет оригинально Может быть Поговорим о новом игроке Команды Киме Галачане Ему 27 лет И он скажем Старше Иокова На 6 лет Понимаешь Если брать команду Сиднева например То 6 лет Это вообще не разница Но здесь По моему ситуация Другая Как ты считаешь? Ким молод душой Не думаю Что у них есть Какая-то разница В мировоззрении Или разница в том Как они относятся к игре На самом деле Не будет ли он Таким лидером Авторитетом Не будет ли он Забивать капитана В конце концов Это мы увидим Конечно риск такой был Потому что Ким Достаточно громкий Я надеюсь Что мы все увидим Это Может быть даже услышим Все помнят его подсказку Про качели Когда он просто Всех перекрестил Клуба я прошу заметить Клуба да Вот Мне действительно Очень интересно Что получится Мне интересно Посмотреть Как Ким будет играть Полевым игроком При том что Действительно Капитан младше И капитан Может быть Менее опытный Чуть-чуть Чем Ким Как игрок Но Ким Твердо намерен Капитану помогать И не брать на себя Его функцию А играть В том числе В свое удовольствие И выигрывать Что он все-таки Будет да Как-то Способствовать Я думаю Что если он заметит Что Боря в чем-то Где-то забыл Что-то Или пропустил То он ему подскажет Но одеяло На себя притягивать Он не собирался Точно Настенька Вот сегодня Такая жара В Москве 26 градусов Я хотел бы Тебя спросить Как психолога Вот о чем Как настроиться На игру Вот например Бывает же давление Бывает плохое самочувствие Вот например Я сегодня Как-то Плохо себя чувствовал И думал Как хорошо Что не я Сегодня играю А как У тебя уже большой опыт В клубе С 2011 Ты играешь Как ты себя настраиваешь Я хочу на твоем примере Ты человек понимающий Все-таки В психологии Может быть какие-то приемы есть На самом деле Первый прием Это Ну когда у тебя уже не первая игра Просто знать Что это игра Есть Не с точки зрения психологии Наверное с точки зрения Скорее физиологии Некоторые вещи Которые нужно делать И которые делать не стоит Например Обязательно нужно высыпаться Перед игрой Желательно не в последний день Но еще и за Ну как бы неделю Ну это идеал В нашей быстрой жизни Всю неделю высыпаться Ну хотя бы То есть я стараюсь спать Вот четко По 8 часов Всю неделю В день игры Желательно конечно Не перенапрягаться Не играть дополнительно Никакие игры Еще интеллектуальные Можно даже не смотреть ничего Я имею в виду Старые записи игр Вот Отключиться лучше всего Можно поделать Что-то физическое Но не слишком большой Нагрузкой Чтобы просто быть В таком тонусе Я рекомендую По крайней мере Вот тем Кто у меня спрашивает Не есть Поесть где-то За 2 часа Может быть нормально Потом сделать легкий перекус Вот Тогда мозг Будет в таком Оптимальном состоянии У него будет Достаточно Напитательных веществ Чтобы справиться Со всем волнением С большой нагрузкой Вот Он по идее Не должен отказывать На счет жары Ну ничего не скажешь Ничего не сделаешь Это что девушкам посоветовать Более легкие платья надеть У тебя ведь наверняка У самой бывало Вот ты садишься за стол Господин ведущий объявляет Звучит музыка Все замечательно И ты понимаешь Блин я не в форме Конечно бывало И что ты делала? Как показала последняя игра Молчала Но тут ничего уже не сделаешь Уже все Игра идет И ты уже Ты можешь попросить таблеточку Водички выпить в перерыве Но все Хорошо что Козлов тебя сейчас не слышит Почему? Ну потому что у него же целый багаж Этих козловских штучек Как он сам Как в себя прийти Я к сожалению Как завести команду Ну команду мне Это не моя роль заводить Моя задача быть просто На максимальной форме Посмотрим что будет На следующей игре Вести себя в форму искусственно Можно? Есть приемы? Можно Можно понервничать У тебя выброс адреналина идет Прям перед входом Когда стоишь за гонгом Но просто Это быстро заканчивается И потом Наступает такой штиль Что ты уже ничего не можешь делать Поэтому лучше просто Подойти в максимально продуктивном состоянии Стараться не сильно нервничать И последнее Что ты сказала ребятам Сегодня перед игрой? Честно говоря Я еще ничего не успела сказать Сейчас пойду Обниму Пожелаю удачи И чтобы помощь клубу Мне пригодилась Спасибо, Настя Пожалуйста Господин Рутер Здравствуйте, Евгений Здравствуйте, здравствуйте Давненько вас Тебя не было? Да, целую неделю Сегодня играет Белозеров И тебе абсолютно Нет никакого дела До результата сегодняшней игры Или есть? Ну, касательно командной игры Нашей рейтинга То дела никакого нет То есть мы должны побеждать Последняя по счету Победившая команда Проходит в зимнюю серию Если не ошибаюсь А касательно дружеской атмосферы И нашего общего взаимоотношений Поэтому Вопросу Можно подискутировать Я уже всем ребятам пожелал удачи И Такая сложная ситуация То есть Прошлый сезон У них была одна игра Они проиграли Этот сезон у них одна игра И По новым правилам Если не ошибаюсь Команда Которая Одержит Два Поражения В двух сезонах Выбывает на следующий год Нет, нет, нет В одном сезоне В одном сезоне В одном сезоне Если два раза проиграешь В одном сезоне В одном сезоне Пропускаешь следующий Либо в течение двух сезонов Проигравшие свою последнюю игру По-моему В одном сезоне Две игры надо проиграть Ну, тем не менее Я Боре пожелал удачи Я думаю, что они сегодня Должны выигрывать У них такая прекрасная замена Я думаю, Ким Очень хорошо поможет им Ну, расскажи, раз ты знаешь В чем Чем она так прекрасна Эта замена Ну, не в том плане Что прекрасно заменить Влада на Кима Конечно, не в том Конечно, не в том Просто ты знаешь Кима И поэтому я тебя спрашиваю Я знаю Кима как хорошего игрока И все говорят, что действительно Он в последнее время Находится на пике Своей игровой карьеры Поэтому я думаю Такой шанс Как игра в теледомики Даст ему новых сил И он сможет Еще более усилить Прекрасную команду Бориса Так, а где вы познакомились с Кимом? Мы познакомились здесь Вот на том месте Где мы сейчас стоим Да, шел снег Была зима 2015 года Здесь табличку прибьем Да, вот здесь познакомились Господин Рудер И господин Галачан Ну, так просто Шапошно То есть, привет Привет Потом как-то И вот выяснилось Что Ким будет играть В команде Бори Поэтому я думаю Будет интересно Как минимум Я надеюсь на это Костя, твоя игра Через неделю Мы уже знаем Что дата эфира 5 июня 5 июня Да, наконец Накануне дня рождения Александра Сергеевича Пушкина Конечно Мы ждем Как раз будут Культурные вопросы На нашей игре Про незнакомку, например Или Про незнакомку уже было Ты считаешь А можно закрепить То есть, тот же самый вопрос Повторить Но чтобы мы ответили Кто все-таки автор Этой картины Вот будет интересно Вы же уже знаете Кто автор картины А кто автор картины Кто автор, кстати, да Надо спросить своих Крамской, по-моему Да, Иван Крамской Вы даже были В Третьяковской галерее И не раз Это наша добрая традиция У нас даже на холодильниках Висят магнетики С незнакомкой Все ли залы вы осилили? Мы не все залы осилили Но мы диверсифицировали Наши походы Кто-то был в одном зале Кто-то в другом И общими усилиями Мы охватили Ну, наверное, все залы Третьяковки У господина Рудера Целых две замены В этом сезоне Да Как проходят тренировки Стала ли команда Сильнее, чем в прошлые годы? Сложно сказать Стала ли команда сильнее Потому что мы этим составом Еще не играли В эфире В эфире, да Но две замены есть Тренировки идут У нас уже было несколько тренировок И два молодых человека новых Роман Кузиков и Артем Лосев Они часто Собственно, Артем Каждую игру приезжает на эфиры Смотрит, присутствует в зале Рома тоже вот приехал Что говорят? Говорят, что волнительно Говорят, что нужно побеждать И говорят, что они уверены Что такие замены пойдут команде на пользу Вот Все питают Такие надежды Что все пройдет удачно через неделю Потому что действительно будет ответственная игра И после нашего проигрыша Такого достаточно крупного В прошлый раз Нужно, как сказал Сергей Новиков Реабилитироваться То есть нужно показать, что команда Может выигрывать, хочет выигрывать И новый состав поможет ей выиграть С теми ребятами, которые ушли в резерв На место которых пришли новые игроки Ты продолжаешь общаться? Да, мы поддерживаем отношения Не только я, а другие наши игроки Тоже с ними переписываются И в социальных сетях Более того Более того Мы даже с Ириной Незамовой договорились Что при определенных условиях Она будет нас тренировать Через скайп То есть быть господином ведущим в скайпе И Ирони Замова Госпожой Госпожой ведущей в скайпе Ирони Замова не против Поэтому вот такие отношения наши Я рад, что у вас все хорошо Будем надеяться, Жень Что и через неделю все будет хорошо И за игровым столом у нас все будет хорошо Поэтому Настя Шутова давала только что советы Как подготовиться к игре Потом придешь домой Пересмотри трансляцию Я думаю, тебе пригодится Да, вот сейчас прям зайду На канал Да, и буду смотреть Вот что говорит Настя Шутова Спасибо, Костя Хорошо, спасибо, Жень Да, счастливо Вот и наши Старейшины Здрасте Здрасте Леонид, Тимофеев, Александр Друзь Тимофеев это вот На всякий случай Он без усов Собственно и без очков В остальном Легко спутать Господа Вы уже в финале Осенней серии Говорят Точно Сегодня играет Самая молодая команда Да Как вы относитесь к детям? Ну, к детям мы относимся хорошо Если они себя правильно ведут Где можно почитать Кодекс Поведения От Александра Друзья Для детей Нет, ну Как Дети должны Быть умными Послушными Кодекс поведения Изложен В Ветхом Завете Там В первом приближении В Десяти заповеде А в принципе Дети должны быть послушными Воспитанными Тихими Ну, за игровым столом Тихими быть нельзя Нет, за игровым Вы не имеете ввиду Что уже не дети Нет Вы о чем спрашиваете? Как мы относимся к команде? Или мы как мы относимся к детям? Не, ну Какие они дети? Во-первых Они там уже какой год? Третий Третий год Да Какие же они дети? Дети Это вот там Девочки у Аскерова Почему? Ну, большинство из них Там по первому разу Кроме Насти И Аскерова Да, по-моему По-моему Вы еще не забыли Про помидоры Историю Нет, ну Нет Я просто Нет, а что Не так что ли? Из команды Аскеров Двое из шести Играли Не играли первый раз Остальные играли первый раз В этом смысле дети? Да Ну А эти уже не дети Сколько Три года И все еще дети По возрасту? Господи Боже мой По сравнению с вами Уж простите Точно дети По сравнению с нами Да Ну Вы сказали Мы старейшины Но на самом деле Как это же Человек Человек Теперь остался Остался вне команды Которого заменили В этой команде В этой команде Лада Бодрова Для тех Кто тебя моложе Ну как-то Легче им сочувствовать Еще раз Да Детей нет в клубе То есть вот как Ну относительно Нашего возраста И пребывания 14 Нет хорошо Были люди которые Пришли в 15 Были люди которые Пришли в 14 Ну там На грани 15 Нет Нет конечно нет Это я спутал Но по-моему 14 15 Школьники конечно Да Были школьники Которые Вот это вот были дети Проиграли Заплакали Это я понимаю Всем стал Как раз один из них Антон Иоков И сегодня играет В команде У Белозерова Ему 21 год Он самый молодой Член нашего клуба В этот раз если проиграет Не заплачет Вот если Нет он уже не плачет давно И вообще плакал там Только капитан Если вы помните Ну хорошо Я про Зайкова говорю Остальные держались Да У нас с Сашей на двоих 7 детей Вот они наверное дети Для нас Да То есть независимо от возраста А у тебя внуков еще нет Внуков у меня еще нет А у Саши есть уже и внуки Как вы знаете Нет ну Нет просто Все зависит Вот Как Евгений Хотелось бы чтобы команда Показал что они не дети Смогут показать что они не дети Ну там независимо от возраста А когда команда Опять же вне зависимости от возраста Показывает что они дети Ну что Ну дети За эти два года они не успели вам показать Что они не дети Нет так что значит два Три С четырнадцатого года они играют А третий год играют На мой взгляд вполне себе Нет Поэтому я У них уже серьезные Я бы не стал говорить о них как о детях Вот когда там Ну не знаю Осенью наверное да Будет игра трудовых коллективов Не зависит Не будет да Ну не важно Когда будет игра трудовых коллективов Очередная новая Вот они вне зависимости от возраста Могут считаться детьми Да Что где когда Вы имеете ввиду нет опыта Значит ребенок Да Я понимаю вас А когда Ну у них опыт то богатый У Белозерова Хорошо Сколько они игр провели Три Три Ну некоторые Сейчас четвертый Оля Быкова например Четыре игры Потому что она была в сборной Обладачили Хрустального Атона А 4 и 3 да Соответственно Да Не ну что это уже Это уже все Ну видишь А за три года три игры Это не так много вообще-то получается Ленечка Ты вспомни как мы то начинали Мы да Вы помните это Ну я старый Но кое что Так Смутно припоминается Одну игру Спасибо А там еще если Так сказать Более удачливые соперники Тебя оттерли Так вообще ни одной Целый год простоял за спиной 82 если помнишь Да Целый год простояли И все Я с тобой познакомился Очень близко И поездил много с ребятами Из клуба С тем же Сашей Рубином Да С многими другими И уже был настолько в коллективе Что когда уже сел за стол Это мне казалось Что я тут просто давным-давно А хотя за столом у меня было немного А ребят я уже всех знал И дал году всех Ну кто там Тогда и общались А ты когда зашел? В 86 У меня появился А в 86 Да И Белкиным С Белкиным Мы ездили с Рубином В 86 Игры сыграл Одно же Не две В 86 Нет Ни одной А вообще ни одной То есть зашел И ни одной не сыграл В 87 была Болгария Все остановилось Потом все вообще Пауза была Ну понятно Нет Ну вот Последний вопрос Как изменились ребята За эти два года Если вы вообще заметили Какое-то изменение Нет Ну Не заметили Я заметил Я знаю Что капитан Что капитан Из моего Любимого вуза Который я тоже Там заканчивал Каким-то образом Перешел в другое Но это его Биография так развивается Да Это я знаю Ну биография Никак не влияет Нет Ну Там уже было Три человека Из МГИМО Да Да Было два Логика была Наверное В этом переходе Вот Ну и как минимум Ребят за эти годы Стали Если мы Тимофеев У нас Мехмат МГУ Между прочим Чтобы вся команда Была из МГИМО И тогда в конечном счете Из них получится Команда дипломатов Что вы имеете ввиду? Ну ровно то Что сказал Потому что когда люди Оканчивают МГИМО Они как правило Становятся дипломатами Не как правило Не все дипломаты Закончили МГИМО Я имею ввиду Команду Алексеева А что закончили МГУ МГУ Кое-кто Ну значит Успех пожелаем Пожелаете успехов Мне Я честно скажу Вот там Леня говорит Он знает одного Которого поменяли На другого И другого Нет Я хорошо Ты в Москве Да Мне нравится Как играют девочки В этой команде Вот девочки Действительно Реально хорошо играют Еще симпатичные Надеюсь нам показывают Сейчас фотографии девочек Ну отлично Нет Они отлично играют Ольга Быкова И Дарья Любинская Да Оля и Даша Они очень хорошо играют Мне нравится как Мне приятно За ними наблюдать Если бы Ну у меня еще такое мнение Что если бы парни Соответствовали игре девочек То вообще Команде цены бы не было Ну вот Ну надеюсь Что вот они Там сколько они Девять месяцев По-моему не играли Да или восемь Ну где-то так Десять Может быть Ну от десяти до восьми Вот это время Надеюсь Прошлого лета А даже так То есть почти двенадцать Ну хорошо Ну вот этот год Я надеюсь Для них не зря прошел И девчонки Может подтянули парней До собственного уровня Хочется на это посмотреть Вот в любом случае Вот в любом случае С точки зрения Проверим ее Проверим после игры Да Хорошо Спасибо Сейчас я хочу объявить Результаты конкурса Который мы Устраивали в прошлой Нашей трансляции Мы спросили Какие братья и сестры Играли в программе Что где когда За эти сорок с лишним лет Победителем конкурса И обладателем мяча Футбольного мяча С автографами команды Виктора Или простите Леонида Слуцкого Стал Ренат Садеков Из Москвы Поздравляю вас Ренат Ренат Назвал Семь Пар Братьев и сестер Сейчас я их оглашу Это Виктор И Александр Зарецкие Они играли в Семидесятых Восьмидесятых Годах Ну те кто любит Просматривать старые игры Что где когда Помнят Виктора Зарецкого Александра К сожалению На пленке Его игр не сохранилось Нурали и Нурахмет Латыповы Это вторая пара Митя и Даня Еремины Антон и Андрей Григоровы Помните конечно И Алексей и Василий Березуцкие Это Пять Пар братьев Которые назвал Ренат Также Ренат вспомнил Сестер Конечно Инна и Марина Друсь И Ирада и Светлана Зейналовы Ираде мы передаем привет Она сейчас Находится в студии Программы Воскресное время И скоро передаст слово В прямом эфире Господину ведущему Борису Крюку Кроме того Ренат не назвал Но назвали другие телезрители Я просто хочу их огласить Еще Два брата Сергей и Николай Пестов И некоторые из вас даже вспомнили Двоюродных братьев Микаила Джабарова И Балаша Касумова Кто знает Какие братья окажутся За нашим игровым столом В будущем Возможно Близнецы Сыновья господина Поташова Возможно Сыновья господина Аскерова Поживем Увидим Ренат Пришлите Ваш адрес Мы вышлем вам Приз Сразу после программы Воскресное время Смотрите Третью отборочную игру В элитарном клубе Что, где, когда Май в нескучном саду Продолжается А летняя серия В самом разгаре Встретимся После игры Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин